200 миллионов товаров. Господи, что это? А вот все операции мы забираем на себя. Это и доставка, сбор товаров. Я параллельно работаю и могу заниматься этим, и поэтому, в принципе, выбрала именно это дело. Ничего сложного, да? Ничего сложного. По сути, как франшиза. Только мы не просим никаких взносов, никаких роялти. То есть, наоборот, мы готовы поддерживать продавцов. У нас два клиента. Это и покупатель, и продавец. По сути, мне для работы нужен только новый. Мульдер, во-первых, я тебя поздравляю. Я очень горжусь, когда наши казашки возглавляют международные компании. Два года назад тебя пригласили в Озон руководителем. Это было твое решение или тебя пригласили? Да, спасибо большое. На самом деле, на тот момент я уже 8 лет работала в электронной коммерции в другой компании. И в какой-то момент я сама тоже задумывалась. Ну, возможно, мне стоит рассматривать какие-то новые, скажем, витки развития моей карьеры. Но не предпринимала никаких шагов. Вот Озон нашел меня, пригласил. Мольдер Рысталиева, генеральный директор Озон Казахстан, ментор программы Wonder Woman Mentorship, а также амбассадор первого пробона проекта в Казахстане ДОС по направлению стратегия. Я прошла 6 этапов интервью, и вот так оказалась в Озоне с самого начала. 6 этапов интервью? 6 этапов, да. О май гад, это как долго длилось? Ну, несколько месяцев, да. То есть не просто возглавить Озон Казахстан? Ну, конечно, им нужно понять, действительно ли я обладаю нужными знаниями. Слушай, и потом тебе нужно было выстраивать все вот эти алгоритмы, да, потому что, во-первых, ну, понятно, что это коммерция, да, это товары, это склады, это логистика. Как ты это все сделала? Ну, не одна, у нас очень сильная команда. Мы действительно очень много чего сделали за это время. Во-первых, занялись развитием логистической инфраструктуры, потому что это первоначально то, что важно. У нас сейчас два фулфилмента в Казахстане, один в Астане 38 тысяч квадратных метров, в Алматы 5 тысяч квадратных метров. И в июле этого года мы начали строительство нашего будущего большого склада в Алматы, там будет 42 тысячи квадратных метров. Вы специально строите? Да, да, специально, это вот под наши нужды, для нашего развития. И, конечно, запустили курьерскую доставку, потому что понимаем, что кому-то это удобнее. Мы начали развивать пункты выдачи заказов. Сейчас у нас уже больше 400, и мы собираемся дойти до 1000 до конца этого года. Ну, то есть это тоже очень важно. И по нашему опыту 8 из 10 клиентов выбирают пункт выдачи заказов как способ доставки. То есть это очень удобно, это то, что любят клиенты. Мы запустили в этом году, в апреле, уже свой отдельный сайт, Озон Кейзет, то есть для того, чтобы для наших покупателей это было более удобно. Сразу цены в тенге. Казахоязычная поддержка, это то, чем я горжусь. То есть казахша-урша? Да, то есть если клиент задаст вопрос в поддержку на казахском языке, ему ответят на казахском языке. Да, это такой первый этап в полноценной локализации. Нам, конечно, еще много чего нужно сделать. Слушай, а товары, которые на Озон Ру и на Озон Кейзет, они разные или это все одно и то же? Есть небольшие отличия, но в целом весь ассортимент, который есть на Озон Ру, есть и на Озон Кейзет. То есть неважно, куда ты заходишь, на Озон Ру или Озон Кейзет, все, что ты заказываешь, ты быстро получаешь. Да, все правильно. Здесь у нас сидит отдел коммерции, это вот как раз те люди, которые помогают заходить продавцам. Здравствуйте. Помогают. А почему Мульдур одни мужчины? Так вышло, девушки куда-то убежали, и на самом деле у нас здесь очень много девушек сидит. Я думала, что только мальчиков берешь. Нет, нет, нет. Без дискриминации в нашей компании, здесь на самом деле у нас очень много женщин работают, более того на руководящих должностях, коммерческий директор в Казахстане тоже женщина. Коммерческим отделом кто руководит? Женщина. Женщина. А что делают ребята, то есть они помогают продавцам? Они помогают продавцам заходить на нашу площадку, отвечают на вопросы, ведут до первой продажи, потом стараются развивать их, показывают, как входить в наши акции, что необходимо сделать с ценой. То есть такая полноценная работа. А можно подойти посмотреть? Конечно. Добрый день. Добрый день. Вы помогаете продавцам продавать? В данном случае у меня продавец с крупногабаритными товарами, и нам нужно согласовать поставку, узнать у склада готовность принять. Мульдур, у вас же как раз вот чем силен озон, да, и хорош, что можно не париться по поводу поставок, у вас огромные склады, то есть можно вот так вот все там загрузить, и вы там сами уже вот эту логистику, да, думаете? Да, это модель FBO, Fulfillment by Ozone, это наша любимая модель, потому что действительно продавцу гораздо легче по ней работать, можно привезти товар и, ну, почти забыть о нем операции. Ну, только видеть, как продажи идут. Конечно, конечно, работать с ценой, входить в акции, а вот все операции мы забираем на себя, это и доставка, там, сбор товара, упаковка товара. Вот вы же как раз говорите, что крупногабаритный, да, например, товар, ну, например, там, телевизоры, там, не знаю, холодильники кто-то продает, да? Да, в данном случае это тренажеры, которые весят около 100 килограмм. О май гад, ну, конечно, самим отправлять это как-то не очень. А что выгоднее, вот когда ты, может быть, больше заработаешь, если ты сам это все делаешь, или же когда ты просто отдал вам на склад? Какой-то небольшой продавец ему, возможно, дешевле самостоятельно у себя хранить, а потом отправлять нам. Когда ты хочешь выходить на большие объемы, то, конечно, лучше Fulfillment, потому что, когда этот товар находится у нас на складе, он доезжает до клиента быстрее, потому что нет вот этого срока, пока продавец соберет, привезет, да, на складе, конечно, это сразу упаковывается и отправляется клиенту на доставку. Ну, смотрите, вы сейчас продаете, помогаете продавать тренажеры, да? Я, например, как покупатель захожу на Озон, выбрала себе виллотренажер, да, и вот, например, условно, сегодня я в Астане купила, вот, а он находится где-нибудь там в России, да, вот он сколько дней будет идти до меня? А смотря, в каком именно городе находится тренажер, в каком складе, то есть, если этот склад наиболее близкий, то, соответственно, бывает, что тренажер может доехать и в течение одного-двух дней. Мольдер, ты же уже давно на рынке электронной коммерции? Да, уже больше 10 лет в электронной коммерции. Насколько этот рынок изменился? Потому что мне всегда казалось, что я думала, там, открыть сайт, потом эти маркетплейсы начали открываться, я думаю, зачем мне сайт, когда вот они готовы, да? Я, ну, мне все время казалось, что онлайну конкурировать с оффлайном как-то сложно, все то, что казахстанцы все-таки привыкли приходить, там, покупать продукты, гладильную доску, там, утюг, да? Вот сейчас, насколько этот рынок изменился? Вообще, очень сильно изменился за 10 лет, я там буквально видела зачатки электронной коммерции и во что это сейчас превратилось. То есть, раньше по чуть-чуть покупали, да? Да, сейчас уже будет, на мой взгляд, огромный потенциал. Если вот смотреть на вот всю историю, конечно, мы должны сказать огромное спасибо 2020 году. Пандемии. Да, потому что тогда даже те казахстанцы, которые, скажем так, с опаской, которые смотрели на электронную коммерцию, были вынуждены попробовать, попробовали, поняли, насколько это удобно. И вот действительно это такой дало огромный бум и в Казахстане, и вообще в целом по всему миру. И я думаю, что еще большой такой нюанс, это то, что Казахстан очень цифровизированный. То есть, у нас ЕГОВ, да, очень так хорошо работает, все, у всех есть в телефоне ЕГОВ, могут спокойно вытащить свое цифровое название. Документы любой, да-да-да. Да, потом очень сильно изменилась банковская структура. Если буквально там в 2016-2017 году статистика показывала, что люди, которые получали зарплаты на банковскую карту, обналичивали ее в первый же день, там, большая часть, 80-90%. Сейчас никто, наоборот, кэш не кешит. Это, конечно, тоже все влияет на электронную коммерцию, на развитие. То есть, ты думаешь, что с каждым годом электронная коммерция будет набирать обороты? Да, огромный потенциал. Я была в Китае, знаешь, лет 5 назад, наверное, я помню, мы ездили в город Чинду, Шэньчжэнь. Я ходила в гости, я захожу в подъезд и вижу, что в подъезде возле каждой двери, знаешь, такие какие-то, я не знаю, коробки. Я говорю, что это такое? А мне говорят, это вот все китайцы заказывают все онлайн. То есть, никто не ходит в магазин, никто ничего не покупает по магазину. То есть, оффлайн-шоппинг практически никто не делает, все покупают онлайн. У нас то же самое будет? У нас то же самое будет. То, о чем ты рассказала, на самом деле, у нас сейчас уже происходит у наших клиентов в России. То есть, когда ты заходишь в какой-нибудь шилой комплекс, вот так вот в коридоре просто стоят вот эти коробочки у дверей. Никто это не трогает, все знают, что это пришел озон. Я думаю, что мы тоже в скором времени к этому придем, я очень этого жду. И вообще, если смотреть на электронную коммерцию в Казахстане, то у нас там от 8 до 10% разные немножко мнения. Это доля электронной коммерции в общем ритейле. А если смотреть на весь мир, то там, естественно, Южная Корея, Китай, США, Великобритания, они являются как бы лидерами этого рынка. У них уже, например, в Южной Корее уже свыше 40% доли электронной коммерции в рознице. А у нас? А у нас вот в районе 80%, 8-10%. То есть, это означает, что есть еще куда расти огромный потенциал. Скажи мне, Мальдор, сколько у вас уникальных товаров на озоне представлено? Сейчас у нас огромный ассортимент, уже около 200 миллионов товаров. 200 миллионов товаров? 200 миллионов товаров. Да, вообще все, что угодно. Это можно и мыло купить, и вот у меня недавно писали, я у вас заказала, говорит, сироп топинамбура, то есть уже такие тоже товары покупают. А нишевые можно что-нибудь найти? Нишевые, конечно. То есть это и какие-нибудь, скажем, гики компьютерные, да, которые хотят для своего видеогейминга, для того, чтобы играть какие-то особенные геймпады, да, особенные консоли. То есть вот это вот все найти, они находят у нас, конечно, приходят к нам. Мне кажется, что вот каждый, кто для себя что-то ищет, может найти это на озоне. Просто в поисковик вбиваешь и находишь, да? Да, и ты знаешь, есть такой тренд, он на самом деле по всему миру уже давно начался, а в страны СНГ пришел, ну, вот несколько лет. Это когда люди, если раньше, когда искали, они заходили в поисковики и искали там, да, что-то, то сейчас этот тренд меняется, и теперь люди сразу заходят на маркетплейс и ищут то, что им нужно. Вот мы замеряли это, проводили исследования, больше 40% людей ищут в первую очередь товар на маркетплейсе, а не в поисковике. Ну, это очень удобно, особенно книги, да, потому что вот, например, ну, где там ходить по магазинам, то есть ты быстренько вбил, через два дня тебе доставили, это очень удобно. Да, очень удобно, на самом деле я сама, естественно, суперлояльный пользователь, азон, было бы странно. Ты 10 лет на этом рынке, да, ты уже, ты последний раз когда вообще ходила на офлайн-шоппинг? Я не помню. Одежду, все покупаешь онлайн? Все покупаю онлайн, да. Украшения, там, я не знаю, лагроволос, шампунь, все. Азамат, когда вы открыли свой пункт выдачи заказов? Я открыл месяц назад. Месяц назад. Это такой новый район, да? Да, это новый жилой комплекс, такой перспективный район, и поэтому я решил открыться именно здесь, потому что здесь очень много домов и жильцов, в принципе. Ну, это такой спальный район, мне кажется, здесь как раз жильцы будут заказывать все в интернете, да? Очень надеемся на это. А как, вот почему выбрали именно Озон? Как вы узнали о том, что можно заняться таким бизнесом? Я узнал от Озон от своего друга. Он уже владеет двумя точками, получается, я посмотрел, что, в принципе, это именно тот бизнес, который я могу вести параллельно с работой. Я параллельно работаю и могу заниматься этим, и поэтому, в принципе, выбрал именно это дело. Ничего сложного, да? Ничего сложного, потому что я после работы сюда приезжаю и заканчиваю эту работу, помогая нашим сотрудникам. Приходите, смотрите, сколько у вас заказано, сколько касса какая-то. Да. Ну, вот я знаю, что Озон очень хорошо поддерживает, да, своих партнеров. Я получаю по старой программе 3 миллиона 600, но это 3 миллиона 600 мы получаем ежемесячно в течение полугода. Это 3 миллиона 600 на полгода, да? Да, да. Сейчас новая поддержка, но нужно понимать, что эту поддержку вы получите от работы в октябре, вы получите в конце ноября, что вам нужно будет какой-то период иметь, вам все свои средства, чтобы отработать. То есть вы можете на эти деньги покрыть, вот сейчас, в данный момент, вот вы сейчас получите первую поддержку, да? Что вы покроете? Я, получив первую поддержку, покрою зарплаты сотрудников, аренду, если у вас будет аренда, и плюс коммунальные услуги, и налоги. А вы сейчас сколько платите здесь аренду? Я аренду, в этом случае я не получу, потому что я владею этим помещением. Это ваше помещение? Это мое помещение. Ну, классно. Давайте зайдем. А, кстати, вывеску это все тоже Озон предоставил, да? Да, да. Это, кстати, Озон предоставляет стартовый пакет, который входит в бесплатную вывеску, кронштейн, режим работы и внутреннее наполнение. Это у нас обои, плакаты, пакеты. Слушайте, ну, классно тоже, да? На это хоть тратиться не нужно. Ну, это да. А то обычно мужик, бизнесмены сами на это тратимся. Мольдер, ты пришла в Озон в 21-м году. Да, все верно. Только Озон зашел на рынок Казахстана, и у тебя, как у руководителя, тоже есть свои KPI, да? Да. То есть ты должна все время увеличивать количество заказов, количество продавцов. Конечно, конечно, да. Как у вас успехи? Ну, достаточно хорошо, вот если сравнивать второй квартал этого года с прошлым кварталом, со вторым кварталом прошлого года, то у нас количество заказов в 27 раз вырос, оборот заказов вырос в 45 раз, количество продавцов тоже увеличивается в 8 раз выросло, количество продавцов, растет ассортимент, ну и самое главное, знание бренда растет. Вот по последним нашим исследованиям мы уже в 4 раза выросли. Я могу сказать, что в топ-10 входим. Ну, Азона это круто, азона это круто, и то, что он пришел на наш рынок, это, конечно, большие возможности для наших продавцов, да? Для наших продавцов, для наших предпринимателей. Слушай, расскажи мне про то, как открыть пункт выдачи заказов, потому что, насколько я знаю, это очень выгодный бизнес. Это очень выгодный бизнес, более того, ну, сразу хочется столько всего рассказать. Первое, это, по сути, как франшиза, только мы не просим никаких взносов, никаких роялти, то есть, наоборот, мы готовы поддерживать продавцов на первом этапе, пока они только начинают. То есть, моя задача взять в аренду в классной локации, там, помещение. Да. Я вешаю логотип Озон. Который мы предоставляем. А, вы сами предоставляете, Озон. Я ставлю человека, который принимает или там отдаёт заказы, да? И? И мы готовы за это в течение полугода выплатить до 5 миллионов 600 тысяч тенге. То есть, это начальная поддержка от Озона, да? Начальная поддержка, то есть, ежемесячно там больше миллиона тенге. Ежемесячно как раз можно покрыть и аренду, и зарплату, и зарплату, и даже ремонт в первый месяц можно будет потом. То есть, это для того, чтобы как-то раскачаться, да? Чтобы, да. Во-первых, чтобы наши предприниматели, наши агенты пунктов выдачи заказов чувствовали, что есть от нас поддержка, чтобы они не переживали, что как у них там дальше бизнес пойдёт. Вот, и мы готовы их поддержать на этом этапе. А по правилам Озон, у вас помещение сколько квадратов должно быть? Как минимум должно быть 25 квадратных метров, в моём случае у меня 47 квадратов. То есть, больше, да? У меня больше, значительно больше. Вот эти плакаты вам предоставляют? Да, всё верно. У нас вот эти обои, две штуки. А, это обои, да? Да, да, это обои. Классно. Две штуки обои, плакаты, которые и эмблема Озона. То есть, а вот этот ресепшн, это всё вы делаете сами? Да. Но есть стандарт, да? Да, в брендбуке имеется стандарт, как-то все размеры указаны, и именно по этим размерам мы заказали всю эту мебель. В пункте вывеча заказов самое главное, чтобы был ресепшн, человек, который принимает заказы или выдаёт, да? Да. И склад, да? Ресепшн, приставочный стол, стол проверки заказов и откатная тумба для мусора и примерочная. Это обязательный набор, который должен будет присутствовать. Можно будет посмотреть? Да, конечно. Давайте. Из проблем. Здравствуйте. Здесь хранятся ваши заказы? Да, всё верно. Они распределены по ячейкам, да? Это для удобства? Да, грубо говоря, у каждого клиента имеется своя ячейка. Когда товар приводят, там, курьер, мы, получается, сканируем этот товар, принимаем его, и система автоматически выдаёт нам номер ячейка, в который мы должны положить товар. Получается, у одного клиента может быть один товар, либо у другого может быть 10 штук. Это всё будет на одной ячейке храниться. То есть, вот, например, весь этот товар – это товар одного человека? Да, да, всё верно. А как вы его поймёте? Мы нумеруем каждый товар, ставим в номере ячейки, чтобы когда вы давали, чтобы мы могли сразу и быстро найти его, чтобы не потерять. А кто вам привозит весь этот товар? Товар привозит нам курьер. Расскажите, это выгодно? Я считаю, что да. Сейчас мы получаем поддержку в течение полугода, и думаю, через полгода мы уже… Раскрутитесь, да? Да, раскрутимся, самоукупимся, и я думаю, мы выйдем уже на хороший доход уже. А сколько вы хотите, чтобы у вас был оборот? Мне нужно оборот на 4 миллиона рублей в месяц. Это где-то 20-20 миллионов тенге, чтобы нормальный уровень иметь. Но вы не переживаете, что вот кто-то рядом откроет еще тоже такую точку? Переживаю. Это вот сейчас есть поддержка, люди открываются, но дальше нужно будет людям уже смотреть, потому что будет большая конкуренция, и люди будут бороться за клиентов, чтобы клиенты приходили именно к ним в точку. Поэтому мы сейчас работаем именно над сервисом, чтобы улучшить сервис, чтобы наши сотрудники всегда были улыбчивы, приветливы, чтобы помогали. Чтобы привыкли именно к вам ходить, да? Да, да, чтобы они именно смотрели, приходили и видели такое радостное лицо. Поэтому мы помогаем нашим клиентам всегда. А, то есть получается, там же, когда, допустим, покупку делаешь, ты же там выбираешь именно, где ты хочешь забрать свой товар, то есть чтобы люди выбирали именно ваш. Вот именно на этом мы и работаем. Это наша комната отдыха для сотрудников. Уже классно. Шахматы можно сыграть, да? Можно сыграть шахматы. У нас очень много настольных. Какой вид красивый. Да, очень красивый на наши горы. На горы. Красота. А работают у вас больше все-таки россияне или наши казахи? Наши местные, конечно, большинство казахстанцев. Есть, конечно, и те, кто из России. Это в первую очередь связано с тем, что люди, которые работали уже годами в Озоне, и нам просто нужно было поставить процессы, поэтому мы их привлекли сюда. С другой стороны, это же тоже классно. То есть те люди, которые давно там работают, они же могут и наших научить. Да, а наши, это тоже очень важно, на мой взгляд, все-таки менталитет различается, нужно понимать тонкости общения внутри Казахстана, то есть как работать с партнерами, разные подходы, и это нужно учитывать. Наши казахстанцы, конечно, мне кажется, в переговорах очень более дипломатичны. Я тоже так думаю. Знаешь, это за счет чего? Эмоциональный интеллект. Мы можем найти общий язык с любым человеком. Да. Слушай, ну вы обучаете, например, вот допустим, я знаю, что очень многие хотят заниматься электронной коммерцией, особенно те, кто на барахолке, например, продавал всю жизнь. Я просто знаю вот эти истории, когда там женщина всю жизнь продавала на барахолке в Шымкенте, вот у меня был прямой эфир с девушкой, и выросло новое поколение, ее ребенок вырос и говорит, мам, давай продавать в онлайне. И они ушли в онлайн и продают гораздо больше, потому что вот сколько у вас покупателей на Озоне? 40 миллионов активных покупателей. 40 миллионов. 40 миллионов. То есть зачем сидеть и ждать, когда к тебе придет клиент, когда вот рынок с 40 миллионами людей? Все верно. Тем более у нас очень быстрый вход на сайт, на самом деле. Регистрация бесплатная, очень понятная. Все, что нужно сделать, это загрузить просто свидетельство о регистрации. Не сложно зарегистрировать свой магазин? Нет, это нужно просто подгрузить карточку, да, свидетельство о регистрации юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. Все, дальше мы одобряем. А сколько вы одобряете? Сколько вы рассматриваете? Ну, до 3-4 дня, это максимум. То есть вы смотрите, что реально он там, есть ли у него юридическое лицо, что он не мошенник? Что он не мошенник, да, что нет никаких за ним, скажем, темного прошлого. Да, конечно, проверяем. Но это такие единичные ситуации. То есть у вас есть такая проверка, да? Конечно, конечно. Потому что мы понимаем, что в последующем этот товар попадет нашим клиентам, и мы отвечаем, в том числе за этот ассортимент, поэтому проверяем наших продавцов. Ну, учитывая, что у вас 200 миллионов товаров, да, я думаю, что все равно какие-то кейсы есть негативные, да, там, когда мошенники проскакивают. Конечно, это вообще человеческий фактор, да, здесь 100% от этого нельзя избавиться, но мы за этим очень следим. Мы следим и за тем, чтобы наши покупатели вели себя добросовестно, и за тем, чтобы наши продавцы вели себя добросовестно. Вот если, допустим, например, я там заказала себе, допустим, там, шахматы, да, а мне отправили шашки, я, вот, например, возмущена, да, то есть, получается, продавец либо перепутал, либо намеренно меня там пытается обмануть, да. Вы принимаете меры? Здесь достаточно легко, то есть, если не устраивает товар, его, во-первых, всегда можно вернуть, во-вторых, можно обратиться в нашу службу поддержки, прямо вот в личном кабинете, в своем приложении или на сайте, и наша поддержка отреагирует. Там дальше для клиента уже не обязательно знать, что происходит, но мы, конечно, обращаемся к нашему продавцу, спрашиваем, в чем дело. Бывает, что просто это даже не мошенничество, а действительно сотрудник перепутал товар. Ошибка просто, да? Да, мы с этим очень легко работаем. А если это вот действительно мошенник, если он действительно там проворачивает какие-то схемы, что вы с ним делаете? Мы всегда рекомендуем продавцам снимать видео процесса, как собирается товар. Тогда у него тоже будет доказательство того, что он действительно отправлял то, что нужно. Вот, когда есть такое видео, к продавцу, конечно, таких вопросов нет, и мы дальше уже не обращаемся ни к покупателю, ни к продавцу, а выясняем там просто внутреннее расследование, что произошло. Но для нас очень важно, да, вот, чтобы действительно и продавцы нам доверяли, и покупатели. Мы всегда в Азоне говорим, что у нас два клиента, это и покупатель, и продавец. Ты давно в онлайн-коммерции, и вот ты видишь, как люди, например, там, условно, с барахолки, да, с оффлайна переходят в онлайн и просто понимают, что это совершенно другой рынок. Да, я это вижу. Я на самом деле этим тоже очень горжусь, что у наших казахстанцев появляется такая возможность выходить на такую многомиллионную аудиторию нашу, 40 миллионов активных покупателей. И действительно, я вижу, что многие, в принципе, понимают, что рынок им уже не так интересен, и начинают полностью работать в маркетплейсах, потому что, во-первых, прозрачная работа. Ты можешь действительно управлять своим ассортиментом, ценами. Ты видишь, что происходит с твоим товаром. Ты можешь его продвигать, если ты как-то не знаешь, как отделиться от конкурентов, ты можешь использовать маркетинговые инструменты. Это все работает, и я вижу, как наши казахстанцы все больше начинают продавать на нашем маркетплейсе, делятся какими-то интересными кейсами. Мы в этом году впервые проводили большой форум для наших предпринимателей. Это «Озон Камон». Он будет ежегодный, где мы рассказывали про все, что мы сделали, рассказывали, как пользоваться нашими маркетинговыми инструментами, отвечали на вопросы наших продавцов. Это происходило офлайн, онлайн тоже можно было посмотреть для тех, кто не смог приехать в Алматы. И мне очень было приятно увидеть в лицо наших продавцов, когда они делились своими историями успехов. Кто эти люди чаще всего? Мне кажется, что это люди, которые уже давно вообще в торговле, но они просто с офлайна переходят в онлайн. На самом деле по-разному. Есть те, кто вообще впервые решил попробовать себя в бизнесе, то есть они понимали, что хотят что-то делать, но не знали, что. И вот маркетплейс — это, конечно, идеальная площадка, чтобы начать свой бизнес. Есть те, кто действительно было в офлайне и решили перейти в онлайн. Есть и те, кто уже достаточно хорошо освоил онлайн-продажи и понимает, что Озон — это такая дополнительная большая площадка для того, чтобы тоже продавать на ней. Я знаю, что многие боятся выходить в маркетплейс, например, на Озон. Почему? Потому что боятся, что не хватит товара. Ну, условно, там, спортивные костюмы, у тебя есть линейка, но все равно какое-то ограниченное количество. Или там ВАЗ, да? Там у тебя таких ВАЗ, например, 10, а вдруг у тебя там на Озоне закажут 30. Вы потом не штрафуете, если ты там условно продаешь товар, а у тебя его в наличии нет, и там задерживаешь поставку, например. А продавец у себя в личном кабинете может самостоятельно указать остаток. То есть он может знать, что у него 10 ВАЗ, и он указывает, что у него в наличии 10 ВАЗ. И дальше ему не нужно вести учет, наша система сама считывает. Если уже заказали, сверхзаказ не поступит. Второе, мы советуем, вот я рассказывала про нашу модель работы FBO, когда хранение на наших складах. Есть вторая модель, еще одна, мы называем ее FBS, Fulfillment by Seller, то есть когда хранение происходит на стороне продавца. Мы ее советуем тем, кто только начинает, кто еще, скажем, прощупывает эту почву, не знает, какой товар продавать. Вот можно использовать эту модель, и тогда ты просто по мере поступления заказа собираешь его и привозишь. То есть на начальном этапе это тоже идеальная модель. То есть отдать вам, и вы вот эти моменты тоже продумаете, да? Да, отдать нам это FBO, а FBS это когда у него хранится. А что лучше? Когда хранится у тебя или когда хранится у вас? Я бы советовала тем, кто только начинает работу на маркетплейсе, начинать с модели FBS, тем более сейчас удобно, мы практически во всех городах можно, если нашего фулфилмента в этом городе нет, можно сдать свой товар на пункте выдачи заказов, его адрес появится в личном кабинете. Потому что тогда это можно не переживать, что слишком маленький, да, ассортимент, или не закупать большой объем товара, потому что ты еще только начинаешь понимать, что ты хочешь продавать. По следующим, я советую следующую модель, когда ты уже понимаешь, что продается, по какой цене, ты уже можешь закупить более крупную, скажем, партию, да. Можно использовать FBO и просто уже отправить на наши склады, и дальше уже мы все операции забираем на себя. Вот чем мне нравится, да, работа с маркетплейсами, ты же можешь экспериментировать, да, ты можешь там попробовать продавать вазы, носочки, я не знаю, там, шторы, да, паркеты, я не знаю, телефоны, столики, посуду, и ты можешь прощупать и посмотреть, на что больше спрос. Все правильно. Более того, у нас очень много таких мультикатегорийных продавцов, у которых можно действительно найти и носки, и что-то из продуктов питания, и что-то из электроники, то есть они экспериментируют и в итоге оставляют такие товары-бестселлеры для того, чтобы их продавали. Проходи. Кабинет директора. Да. Слушай, ну, мой дорогой, у тебя такой кабинет, знаешь, аскетичный. Ну, я сама скромная. Слушай, а почему у тебя не завалены бумаги? Ты ничего не подписываешь? Я подписываю, я стараюсь очень быстро подписывать, то есть как только у меня здесь что-то появляется, я почти сразу подписываю, то есть во время встреч. По сути, мне для работы нужен только ноут. Здесь я могу все показатели отслеживать, смотреть, что у нас на сайте происходит, проводить звонки. А в регионах сейчас активно открываются пункты выдачи заказов? Да, очень активно. Очень активно. Какой город лидирует? Ну, на самом деле, они все очень хорошо идут, но я бы в топы Караганду отметила. Молодцы, мои земляки. Очень хорошо идут. Активные ребята, да? Да, очень активные ребята. Ну, вот я смотрю... То есть, в Караганде хорошо покупают онлайн? Да, везде хорошо покупают онлайн, просто Караганда очень сейчас отличается от остальных городов, они прям как-то в этом месте хорошо показывают. Ты нам подскажи, ты же знаешь, ну, владеешь всей аналитикой, да, в каких городах идет рост продаж, да, но пунктов не хватает? У нас на самом деле сейчас и открываются пункты выдачи заказов пропорционально. И в целом, если говорить про количество заказов, то тоже пропорционально населению у города растет. Вот из интересного про регионы, если рассказывать, то если смотреть на результаты 2022 года, 72% всех заказов пришлось на регионы. То есть, все, когда думают, что нужно открываться только в Алматы и Астане, это на самом деле тоже не, как бы, не истина, да. Здесь, конечно, очень много у нас клиентов, и пункты выдачи заказов хорошо качают, но вот в регионах тоже важно открываться. Я думаю, что да, потому что в регионах ассортимента гораздо меньше, да, когда ты условно хочешь там какой-то товар уникальный, да, тебе его легче, честно говоря, найти на озоне. Да. Ну, в городе ты его просто не найдешь. Все так. И я сейчас смотрю, как небольшие города тоже развиваются, например, Лисаковск, Рудный, тоже очень хорошие цифры, меня радуют. Слушай, а цены на озоне ниже, чем вот на рынке? Я бы сказала, что да. То есть, условно, если мы сейчас там колготки ребенку ищем, да, то на озоне они гораздо дешевле, наверное. Ну, как минимум телевизор, да, на то, что я бы обратила внимание на электронику практически всю. И, конечно, колготки здесь очень важно понимать, что не только цена, но и огромный ассортимент. Ты пошел в магазин, там может не быть твоего размера, да, для ребенка, да, или цвет, да. У меня еще дочь вот в Академии балета, то есть там нужны определенные колготки, определенные носочки. Честно говоря, мы это все покупаем онлайн, потому что это гораздо проще, легче. И у нас с Дианой это такой целый, знаешь, этот вечерний ритуал. Мы такие заходим и ищем какой-нибудь классный товар. Вот я смотрю на тебя и думаю, как эта девушка молодая, красивая, руководит всеми этими процессами. Ну, условно, чтобы, например, там, ну, заказал клиент из Женарки, моего любимого поселка, да, заказал, например, там, я не знаю, вазу, которая продается только, я не знаю, там, в Санкт-Петербурге, да, и какой-нибудь там императорский фарфор. Вот ты заказала, и ты же должна выстроить вот эту логистику из Санкт-Петербурга до Женарки, чтобы это максимально быстро туда дошло. Как ты это делаешь? Команда. Вот я всегда говорю, что самое главное, это то, кто у тебя есть в команде. Безусловно, большой опыт у нашей материнской компании, которая изначально уже много лет в России. Ну, это я не представляю, это же фура, да, которая, она же везет не только эту вазочку, да, то есть она везет там холодильники, кучу всего. Это прям такая фура Озон, выезжает, едет даже Нарки, или как? У нас очень сложные логистические процессы, если я сейчас начну рассказывать, у нас несколько часов, может быть, даже день уйдет на то, чтобы рассказать, где, откуда, куда едет, где консолидируется, куда это потом, какими фурами едет. Потому что ты, когда заказываешь в онлайне, ты же вообще в этом не думаешь, как оно мне придет там, я не знаю, из Краснодара, да, или как оно придет ко мне там еще с какого-то города. То есть ты просто заказываешь и ждешь свой товар, и хочешь, чтобы он уже завтра пришел. Ну, если честно, я вот лично обожаю операционные процессы, логистику, вот для меня очень интересно выстраивать вот эти процессы, процессы оптимизации каких-то, как лучше сделать, какой объем мы повезем. Поэтому я это все люблю делать. Но вы не теряете на Озоне товары? Они вот по дороге не могут потеряться? Конечно, могут. Это просто человеческий фактор, да, из такого миллионных заказов бывают какие-то и такие случаи. Но они очень редкие, и мы стараемся делать так, чтобы свести это вообще количество к минимуму, к нулю. Мы каждый день, у нас сейчас, так как мы вступили в горячий сезон в электронной коммерции, это октябрь, ноябрь, декабрь. Перед Новым годом, да? Да, ноябрь это вообще для электронной коммерции, там и день холостяка 11-11, черная пятница, и предновогодний, конечно, сезон, это очень горячие сезоны. Поэтому мы сейчас со всеми сотрудниками операционных отделов, это и склад, и сотрудники, которые развивают пункты выдачи заказов, и курьеры, и те, кто занимается нашими партнерами по логистике, каждый день собираемся и смотрим, разбираем все наши заказы. Где что потерялось, где что застряло, почему застряло, что сделать, чтобы этого больше не было. То есть готовимся к этому горячему сезону. Сколько у тебя людей работают в твоей команде? Сейчас в ОЗОН Казахстане это около 500 человек. 500 человек, о май гад. И ты в этом году еще стала мамой? Да, в этом году моя дочь родилась. Да. Так, ребенку еще года нет, третий ребенок. Обратите внимание, что человек продолжает работать. Или вот у тебя такая работа, что ты не обязательно тебе там с утра до вечера находиться на работе? Я хочу сказать, воспользоваться этим случаем и сказать спасибо своему руководству, кто очень лояльно относится к тому, чтобы я не с утра до вечера находилась в офисе. Но так в целом, я думаю, что пандемия научила всех, что удаленно можно работать не менее эффективно, чем офлайн. Естественно, после рождения дочки я приезжала в офис на какие-то основные встречи, которые офлайн, где подписание, в конце концов, документов. Остальное я проводила онлайн. Сейчас уже я больше времени провожу. И здесь, конечно, спасибо моему мужу, моей маме. В общем, моя семья, моя поддержка. Я представляю, после родов ты такая в роддоме открываешь ноутбук. Ну так и было практически. Так, аналитика, сколько у нас продавцов появилось новеньких. Да, да, практически так и было. Что сделать, чтобы стать вашим агентом, чтобы открыть в своем городе пункт выдачи? Здесь мы тоже постарались, чтобы все было легко. Опять же, это регистрация, загрузка своих документов учредительных, то есть это свидетельство о регистрации. Да, юридического лица. Это в дальнейшем открывается доступ к локациям, где мы даже показываем, в каких локациях можно есть доступ для того, чтобы открыть пункт выдачи заказов. Можно выбрать его. После одобрения этой локации подписывается с нами договор тоже онлайн. То есть локацию вы выбираете? Локацию выбирает агент. Мы со своей стороны даем одобрение или не одобрение. Потому что есть совсем небольшие, но все-таки требования. Во-первых, желательно, чтобы пункт выдачи заказов был от 25 квадратных метров, для того, чтобы там было удобно, можно было поставить примерочный. Если ты хочешь открыть пункт выдачи заказов, у нас есть ссылка, которой мы тоже поделимся. Либо можно скачать приложение «Пункт Озон» и тоже уже работать через него, там зарегистрироваться. То есть задача моя как агента, ну условно я там в Астане хочу открыть, я выбираю три локации, я говорю вот здесь помещение, здесь и здесь. Вот скажите мне, ребята, где лучше, да? И вы подсказываете, одобряете, если вы говорите «Окей». То нужно подписать договор на аренду этого помещения. Перекинуть вам. Да, показать нам, что действительно договор есть. И все, и дальше начинается вот этот стандартный вопрос. Если локации нужен ремонт, то можно сделать ремонт. Это обычно просто немножко побелить стены, это приедет наша вывеска, все это установить, мебель установить, обучить сотрудника. И в среднем двух недель достаточно для того, чтобы подготовить пункт выдачи заказов к открытию. И я вот тоже советую сейчас всем предпринимателям обратить внимание на такую возможность, потому что впереди горячий сезон, и, конечно, можно хорошо заработать. Вообще модель бизнеса, она очень классная, не сложная, по крайней мере, потому что я сейчас, я же давно тоже в бизнесе, и на самом деле открыть магазин, это такая сложная задача, когда ты самостоятельно это делаешь. Когда вот так вот при поддержке крупного бренда, это, конечно, гораздо проще. Согласна. И важно сказать, что здесь нашим агентам, которые работают по этой модели франшизной, по сути, не нужно никаких взносов платить, никаких роялти, что это наоборот. Вот мы поддерживаем, и мы эту поддержку оказываем просто потому, что мы понимаем, что у нас сейчас активный рост в Казахстане, и чтобы наши партнеры были уверены, что вот как минимум полгода они могут не переживать за прибыльность своего бизнеса. Мольдер, спасибо тебе большое за интервью, ты просто нас окунула вообще в мир Озона, в мир электронной коммерции. Мне же самой захотелось, знаешь, открыть. Да, давай, давай, спасибо тебе, это же интересная беседа. Такой пассивный доход, ничего сложного, плюс вы там все еще оплачиваете. И обучаем, да. И обучаете, что немаловажно. И потом, вот чем мне нравится работа с крупными брендами, вот я сейчас с Аксом работаю, ты не просто работаешь, ты еще обучаешься, да, то есть ты получаешь такой мастер-класс. Да, все время. Поэтому круто. Спасибо большое. Спасибо.